Следующий орган чувств очень важный, и не только в качестве того, чтобы мы ощущали запахи, чтобы мы осизали себя. Очень многие к этому органу относятся, как вообще очень важной части лица, эстетической, это нос. Очень многие делают специальные операции, чтобы нос был тоньше, чтобы он был ровнее, но все это визуальное восприятие. Конечно, мы сейчас будем говорить о том, для чего нам нос нужен. Помимо того, что, конечно, это наш барьер, в первую очередь, для вирусов, он пытается не пустить к нам опасные вирусы. Поэтому, если вдруг какой-то микроб к нам залетает, у нас сразу появляется насморк для того, чтобы микробу стало скользко, и он вместе с этой слизью вытек из нашего организма. Когда мы чихаем, это тоже хорошо. Конечно, никому не нравится из окружающих, но тем самым мы тоже выбиваем не из ванных микробов, либо пыль, либо грязь, если она попадает в нос. Но, конечно, в первую очередь нам он необходим для ощущения аромата. И не только цветов, и не только атмосферы, а аромата еды в первую очередь. Прежде чем попробовать еду, мы ее нюхаем. Несмотря на то, что французы очень любят сыр, и там более 300 видов сортов сыра, и бывает совершенно неприемлемый запах. Многие из нас, когда почувствуют такой запах, не притронутся к еде. А для других она совершенно нормальна. Потому что, в первую очередь, даже если вы видите по картинке, сначала мы засунули нос в бокальчик и понюхали что-то, а потом мы уже это попробуем. Итак, опять мы рассмотрим три варианта. Это бионический нос, электронный нос и нанонос. Что на сегодняшний день существует, а чего еще нету? Итак, вы уже все разбираетесь, что как только слово электронный, значит это прибор. Прибор, и он может быть любой. Он может быть большой, маленький. В любом случае, это железка, либо пластический корпус. И он выполняет то, что мы хотим. Электронный нос – это прибор, который будет анализировать запахи. Грубо говоря, газоанализатор. Либо некий датчик. И он может применяться, например, для анализа содержания вредных примесей при каком-то предприятии, чтобы оценить вредные выхлопы из какой-нибудь трубы, чтобы оценить отходы. Это все электронный нос. То есть то, что анализирует запахи. Бионический нос. Бионический нос – это уже красота. Это уже часть нашего организма, часть нашего лица. И не просто для того, чтобы изменить горбинку, либо поправить перегородку, что немаловажно. Главная цель – либо мирнуть нос вообще, потому что в результате какой-нибудь болезни, либо травмы, у человека может лишиться носа. И его нужно вернуть, потому что это очень важно. И он должен выполнять свои функции. И дыхательные, и восприятие, чтобы человек чувствовал себя полноценно. Бионический нос – это так же, как глаз, так же, как ухо. Мы можем делать на 3D-принтере с помощью специальных материалов, так сказать, макет носа, именно вашего носа. Чтобы он по цвету, по ощущениям, по мягкости был неотличим от вашего натурального носа. И дальше в этот макет носа должен быть встроен прибор, либо устройство, либо элемент, как мы говорили про мембрану в ухе, который позволит вам ощущать запахи, анализировать, например, газовый состав атмосферы. Потому что атмосфера – это газ, когда мы вдыхаем аромат, мы все равно это воздыхаем в атмосфере, и наш нос рецепторами анализирует, какой там состав, и передает сигналы в мозг. И то устройство, либо та технология, которая встроена в этот макет носа – это уже нанонос. Потому что мы уже несколько раз с вами сказали, что как только мы слышим слово «нано», это значит, что мы ничего не видим. Мы не видим, но оно есть. Например, мы с вами, я сейчас с вами разговариваю, и мимо меня пролетает вирус гриппа. Я его не вижу. Он влетает ко мне в рот или в нос. И, не дай бог, я могу заболеть, если вдруг моя армия в виде лейкоцитов этот вирус не выгонит из моего организма. Так вот, если бы мы с вами видели наномир, то я бы сейчас увидела, и вы бы увидели, как пролетают вирусы, пылинки, грязь. Практически сейчас вихрь носится перед моим лицом. Просто кто-то игнорирует и пролетает мимо, а кто-то залетает. И тогда бы я смогла отбиться. Тогда бы я постоянно была в состоянии войны. И мне тогда нужен был бы другой прибор, чтобы я различала, где полезные бактерии, а где вредные. Кого-то бы я пропускала, кого-то бы отгоняла. Но мы этого не видим. Поэтому все, что нано, это некие технологии, это некие устройства, которых мы не видим невооруженным глазом. Но есть специальные приборы, которые могут создать эти устройства. Это называется уже наноэлектроника. Либо, если мы говорим про материал, это нанотехнологии. Итак, нанонос – это некое миниатюрное устройство, которое может быть соизмеримо с размером атома, которое может быть помещено в наш нос, либо, как мы говорили про контактную линзу на глаз, в виде некого пластыря, либо в виде встроенного чипа, в наш нос реальный, либо нос, который мы сделали из специальных материалов и поместили на лицо, если вдруг человек утратил этот нос. И этот нанонос должен выполнять те функции, которые выполняет нос. Например, различать запахи, ловить, быть препятствием для вирусов, регулировать теплообмен. Вы понимаете, что у нас, например, европейский нос более узкий для того, чтобы холодный воздух, когда у нас погода не летняя, не жаркая, чтобы он не охлаждал наш организм, он должен проходить по нашему длинному носу и согреваться. Поэтому у нас носы европейские, длинные и узкие, чтобы успеть согреться воздух. Что сделано на сегодняшний момент? Несомненно, бионический нос есть. Вы видите варианты на 3D-принтере, которые сделаны. Электронный нос везде есть. На на нос. А вот на на нос, господа, еще нужно разработать. Есть варианты с датчиками. Вы видите бокал, что есть варианты разработки датчика, который будет в качестве электронного сомелье, который по запаху будет различать сорта вин. Возраст, не знаю. Это будет зависеть от того, какую мы программу туда вложим. Потому что, когда мы говорим о каком-то устройстве, мы должны понимать, что устройство не имеет головы. Это некий датчик, который захватывает информацию, регистрирует и дальше сравнивает с той базой данных, которую мы там заложили. Если мы в наш на на нос в качестве карты памяти заложили запах банана, желтого, зеленого, испорченного, то он будет определять только этот вид, клубнику, ананас. Если мы не заложили в него запах маракуйи, он его не определит. Он поставит знак вопроса. То есть, все, что касается устройств, это мы должны создавать базу данных, специальное устройство захватывающее, регистрирующее, и устройство, которое эти данные выводит на компьютер, это электронный нос, либо выводит в мозг, потому что наш компьютер, это наш мозг. Он должен получить сигналы от на на носа, и наш мозг должен ответить, что вы понюхали, банан, вино, какао или теплое молоко. Итак, на сегодняшний момент на на нос еще в процессе разработки, и у вас есть прекрасные шансы его разработать в будущем.